слышно да поближе ко мне да меня зовут аносенко и владимировна я волю судеб плелась в такую деятельность они свойства я вообще собственно до войны была программистом и работал в этой сфере с крупным с малым средним бизнесом вот но и свой заставила своими квалификациями быть полезной родине и буквально в первые дни я организовала инициировал проект помощь спецназу потому что я и работал в свое время в одном из ведомств и знание понаслышке как работает система изнутри у меня осталось много связи коллег вот и так случилось что в моих руках оказался ресурс и на стороне силовиков и на стороне бизнеса я сразу в первые не увидела в какие в какого масштаба проблемы мы вляпались просто потому что они не умеют разговаривать с другими и пришлось в буквальном смысле слова поставить на паузу всю свою основную деятельность и работать в качестве соединительной ткани между бизнесом государством да и силовиками помогая тем самым ребятам нашим выжить потому что мы видели как потерянное нами время в буквальном смысле слова трансформироваться в людей которых материальные мы прям видели как счетчик увеличивался этих смертей вот соответственно в процессе того как началась элементарная помощь мы кормили поели одевали грели лечили там надевали в броню стало понятно что этих ресурсов совершенно недостаточно и нужно чтобы кто-то очень крупный собственно вступил уже в игру и установил этот проект и усыновительно выступила ассоциация ветеранов международной ассоциации ветеранов подразделения антизеррор альфа я к ним пришла и попросила прямо поддержки сказав что ребята где спецназ и где я пожалуйста вы спецназ вот спецназ мы умеем с ним работать вы умеете с ним работать давайте сделаем хороший большой красивый проект он действительно стал большим и уникальным своего рода потому что в своем роде потому что в одном месте сошлись очень сложные ресурсы это деньги бизнеса это умение коммуницировать это умение управлять и непосредственно те самые скрытые таинственные силовики в руках которых сосредоточен очень большая власть и мы стали учиться все это дело соединять почему я выступаю в этой секции и вообще рассуждаю на тему мобилизационной экономики да и гаражного пока потому что за это время собственно мы успели поработать практически со всеми ведомствами и со всеми подразделениями на фронте и вкратце сейчас пробегусь по проектам которые мы успели реализовать и вы из названия этих проектов просто поймете а почему я буду рассуждать об этих проблемах да что мы успели в чем непосредственно я успела поучаствовать и внести свой прямой вклад в развитие каких проектов крупных системных я их называю потому что мы решали системные проблемы мы не затыкали дыры за платками а пытались разработать решение которое можно потом отмасштабировать и которые закроет целый участок проблемный для фронта так вот собственно говоря начну с того что мы на всех уровнях попытались оказать свою помощь начиная с фронта где бойцы сражаются затем где после получения ранения это госпитали целая система госпиталей там отдельная большая проблема мы там также влезли со своими системным проектами выработали решение отчасти внедрили отчасти нуждаемся в государственной поддержке затем это прием бойцов в гражданское сообщество после того как они стали совершенно не способны небоиспособны это лечение по тср это реабилитация прохождение реабилитации и собственно говоря конечно сация повторная социализация этих бойцов в обществе потому как им требуются рабочие места их и заработок и эта система тоже до сих пор не отлажена на всех этих уровнях мы реализовывали проекты первым большим проектом был проект который назывался народная радиосвязь когда стало понятно что нет элементарной связи между подразделениями когда они зашли и застряли там на украине я непосредственно участвовал в том что мы пытались в том что мы помогли раздобыть деньги на масштабирование производства средств радиосвязи для одного из наших отечественных производителей решение которого показали наивысшую работоспособность в условиях очень мощного репоподавления мы эти деньги нашли и сейчас это производство штабируется в течение полугода года фронт начнет насыщаться этими решениями затем поскольку в моих руках есть большая возможность получать живую обратную связь с фронта мы соответственно стали создавать вот эти решения из того что было до для контуров управления артиллерийским огнем и мы ребятам поставляли артиллеристам со всего фронта у нас есть тайно скрытое сообщество где офицеры практически со всего фронта офицеры артиллерии общаются между собой формулируют проблемы мы оттуда эти проблемы брали помогали ребятам искали деньги выставляли туда необходимо оборудование и боевых условиях парни тестировали и создали контур управления артиллерийским огнем то бишь до разведка целей и корректировка артиллерийского огня затем а ну понятное дело в самом начале с вами быстро кинулись разрабатывать коллекции зимней одежды когда парни мерзли и к осени уже вошли ну да это тоже был системный проект нашли поставщиков поставили функциональные задания и вы разработали эти коллекции нашли деньги в общем стали в отряда поставлять эту зимнюю одежду что парни не мерзли сделали довольно много вот и смешно для меня это смешной проект потому что мы помогли вернуть запертый на замок снайперские винтовки которые вышли уже из обихода в то время как снайперов которых нужно было готовить большом количестве довольно быстро для фронта не на чем было обучать то есть снайперодействующие довольно быстро выбывали потому что разведка противника тогда работала лучше их быстро выбивали а новых не был учить был не на чем и мы собственно говоря пользуясь связями нетворкингом ассоциации ветеранов альфа прошли все необходимые уровни согласования вернули эти винтовки со складов вместе с боеприпасами что значительно ускорило подготовку новых снайперов для фронта затем я помогала ребятам в создание систем искусственного интеллекта это распознавание целей расположены на борту дронов с воздуха соответственно да я поставлял до большие объемы данных на которых обучались нейросетки то есть я соединил вот эти между собой все системы с фронтом убрали данные поставляли ребятам программистом они на этих данных тренировали свои системы собственно помогали ребятам тестировать решение которое сейчас уже широко будет внедряться это система искусственного интеллекта которая доводит дрон с высокой точностью и обеспечивать его попадание в цель не могу не спросить а сколько метров в час так сказать дистанция включения доводчика слушайте было от 500 до 280 там все зависит от того когда оператор захватит значит что еще помогали производителям дорабатывать и в пиве дроны предоставляли искали им полигоны и на фронте просили подразделениям потестировать обеспечили мощную обратную связь и собственно в самом начале войны до помогали дорабатывать да сейчас помогаем коммерческие дроны под разные задачи вот из теперешних это это все старые проекты которым реализовали для госпиталей мы организовали производство специальные одежды для бойцов причем системное большое конвейерное для бойцов у которых у них же всех очень сложные ранения в наших центральных госпиталях и они со сложными конструкциями лежат и поступают головы в госпитале мы в общем наладили производство этой одежды для того чтобы парни не были раздетыми плюс мы снабжали их одеждой на выходе и необходимыми там сумками с самым необходимым для того чтобы они смог доехать до Плюс его транспортировку поначалу обеспечивали, сейчас уже и РЖД, и авиакомпании хорошо в это дело включились, и в общем таких проблем нет. Поначалу было, мы этих бойцов таскали на себе, и в общем поняли, что это масштабная большая проблема, и это тоже все организовали. Вот, сейчас такие в работе большие проекты, как например, обучение АСИНТу представителей многих всяких ведомств и спецназа для того, чтобы на их базе, там где они дислоцируются, можно было открывать собственные разведки. Для тех, кто не знает, АСИНТ это разведка по открытым источникам, проще говоря. Разбор данных из открытых источников, да, для разведки цели с помощью АСИНТа. Ну и собственно говоря, мы и создали несколько таких подразделений на фронте, чем помогли, собственно, доразведывать эти цели и ускорили процесс их поражения. Вот, один из больших таких интересных системных проектов, это разработка большого беспилотника, малой бармандировочной авиации, который предположительно сейчас будет работать в Африке. Это очень интересный проект, он требует средств, но он уже в высокой степени готовности, очень интересный. Очень интересный большой системный государственный проект, он будет очень долго продвигаться, но мы непосредственно сейчас принимаем участие в его продвижении. Это система быстрых проверок на полиграфе, на транспортных узлах и местах контроля пассажирских потоков для того, чтобы контролировать входящие миграционные потоки в страну с целью быстрого отсечения потенциальных террористов. Ну, там многослойная очень проверка, очень интересная система, она очень долго внедряется, то есть в целом горизонт внедрения там от двух до пяти лет требует большого количества согласования, изменения законодательства. Но, опираясь на наш нетворкинг, в общем, этот процесс запущен, и я думаю, что он будет реализован. Плюс мы создаем приложение для раннего аварийного оповещения бойцов о том, что они находятся в прицеле, и скоро состоится арт-удар. То есть есть, по ним приедет скоро. Есть такие источники, которые поставляют эти данные в штабы, и, собственно говоря, мы со штабами сейчас работаем с тем, чтобы эти данные было легко визуализировать. Мне говорят, что у нас там тайминг, а мы как бы все... В общем, я вкратце рассказала, почему я знаю об этих проблемах, откуда. Да, и мы с коллегами быстро решили подытожить и сформулировать проблемы, которые есть на нашей стороне, зная, что у противника, в общем, все это лучше решено и организовано, да. То есть... Куда? Ага. Да. Соответственно, мы до сих пор не понимаем... У нас нет функциональных заданий, технических заданий от государства, да, от Министерства обороны, от ведомства и так далее. Каждый разработает свое решение, исходя из своих представлений о прекрасном. Да, в лучшем случае, а вообще в среднем происходит так. Нам надо срочно... А, вот такой происходит сигнал с фронта, и мы бежим, начинаем искать поставщиков, которые пытаются предложить какие-то решения. У меня был вот апофеоз, как бы апофеоз точности постановки ТЗ, мне прислали вот это, но это вот что-то не то, а ты можешь вот сделать что-то другое. Что-то другое, да. В целом так это выглядит. Цитирую. Вот, соответственно, нет никакого органа, который бы координировал разные все эти независимые команды, и каждый раз, каждый участник рынка мониторит рынок заново, пытаясь понять, насколько он изменился. Это очень трудоемкая работа, это сильно замедляет процесс. Вот, соответственно, если Министерство обороны и ставит централизованную задачу, например, на Гуире, да, то не всегда может донести до этих команд, до всех команд, которые есть на рынке, что именно, и как надо, и куда. И не собирает обратную связь. А если и собирает, то очень медленно и, в общем, достаточно неэффективно. Вот, из-за этого многократно переиспользуется ресурс, потому что в каждом соседнем гараже производится каждое одно и то же, как вы говорили, да, 15 команд только по производству этих детекторов. Это же очень большой перерасход ресурсов, когда его можно было бы... А с другой стороны конкуренция? Ну, в целом, да, но... В том же артиллерийском софте, вот, да, вот сколько программ, которые, как бы... Ну, на самом деле, когда требуется быстро поставить помощь на фронт, это очень сильно мешает, чем помогает. Вот, соответственно, когда, вот я лично свидетель многократный в этих системных проектах, без конца происходит одно и то же. То есть независимые команды пытаются объединить свои ресурсы, потом начинают конфликтовать из-за того, что начинают делить ресурсы, поступающие на исполнение этой задачи. Капитализм рулит, все разругиваются в результате, дело стоит на паузу, в лучшем случае, в худшем оно просто погибает. Ну да, мы видели осенью, да, как эпически разругались производители ударных ЭВП-дронов после того, как, так сказать... Я была свидетелем, да, я бегала между ними, как это соединительные ткани, пыталась просить их, чтобы они все-таки продолжили разговаривать между собой хотя бы. Вот, ну и, соответственно, у нас беда в том, что нет никаких стандартов совершенно, да, и как только возникает спрос на что-то, каждый начинает лепить, кто во что гораст. Следующий. Наоборот. Соответственно, у меня есть данные, да, мы изучали этот рынок, и у меня от разных коллег, у меня есть коллеги в сфере IT, есть всякие там разведки, асент и так далее. То есть мы примерно представляем, как у противника это функционирует. Вот. У них достаточно эффективная система народного ЭТВПК. Они отказались от вот инноваций с Министерством обороны, понимая, как все это медленно, тяжеловесно, они ушли от этой системы. Они создали систему сбора всей этой информации, связанной с Народным ЭТВПК, да, то есть специальный фонд, в который поступают средства от государства и решения снизу. И в котором происходит перераспределение этих средств, да. За счет этого что происходит? У них их решения разрабатываемые в разы дешевле, да, и очень небольшая дистанция на внедрение. У нас все происходит с точностью до набора. Вот пример приведу, да, пожалуйста, на фронте. Все небо киш-мяй кишит беспилотниками, зуд стоит бесконечный, круглосуточный. У меня в это время вопли о помощи. Юля, срочно нужны дроны, срочно много-много, срочно везде, отовсюду, во все подразделения. С этой стороны производители этих дронов, FPV-дронов, закупщики из Китая говорят, Юля, помоги мне, склад затарен, тысячи дронов таких, тысячи дронов таких, помоги мне, скорее их сбыть не могу, ничего не знаю, что сделать. И я стою между ними и понимаю, что вот они дроны, вот они бойцы, вот вражеские над головой летают, вижу, сколько бойцов гибнет ежедневно, и по-прежнему до сих пор эта проблема имеет место быть. В общем, это очень больный вопрос. Ну, здесь единственное, я бы вот пока этот слайд не ушел, я бы добавил, что, так сказать, кому интересно, гляньте интервью Марии Берлинской с Сергеем Флэшем, это два таких известных украинских волонтера. Значит, этих активистов гаражного ВПК, вот там, значит, все то же самое, только наоборот сказано, что вот у русских все работает круто, а у нас, у несчастных хохлов, вот, значит, все работает наперекосяк. Вот я сомневалась, пока стоит слайд, или нет, потому что в целом можно предложение сформулировать, исходя из проблематики. Все сказано как здесь, только в обратную сторону, в этом смысле мы, конечно, воюем зеркалом, но что действительно у хохлов круто, вот, не могу не заметить, это то, что у них вот этими всеми инновациями занимается не именно оборона, а именно оборона занимается тем, что ездит по западным столицам и выкленчивает танки и ракеты, значит, всем составом. А вот именно разработками перспективным и технологическим вот этим венчуром военным занимается Минцифра, такой Миша Федоров, вот, известный очень в прошлом айтишник, причем известный даже больше у нас, чем там. Вот, сейчас он целый вице-премьер, был министром цифры, вот, то есть они все это завели на Минцифры. И там, соответственно, вот, это вот система, система военных акселераторов, у которых очень короткий цикл внедрения, то есть если что-то подтвердило свою боевую эффективность, очень быстро включается рычаг масштабирования. То есть у нас, наша основная проблема действительно в том, что у нас много разработок, которые, ну, кулибинах у нас в стране всегда много. Но у нас дикая проблема в том, чтобы перейти рубеж серийности, то есть при том, чтобы вот сейчас, вот как с этими, с этими даже детекторами, да, гигантским достижением считается, что мы их делаем там по 500 штук в месяц. Вот, а по-хорошему их нужно делать по 50 тысяч в месяц, вот, при нынешнем запросе. Но, как бы, вот этого рычага мы не можем, и в том числе потому, как сказано на предыдущем слайде, значит, существует такая система ведомственных колодцев. Каждое подразделение работает со своими поставщиками, да, каждая структура... У каждого свой надворки, да, у каждого свой этот самый... У каждого свой вход в Министерство обороны, да. Выглядит как такая, вот как в древнем Китае, значит, школа боевых искусств, школа пьяной обезьяны, школа танцующего леопарда. Значит, чье кунфу лучше никто не знает, нет никакого места, где они могут сравнить, но у каждого есть гуру, и, значит, вокруг него группа адептов уверены, что он прав. Да, но я хотела бы нас немножко защитить, потому что я до СВО довольно долго, лет, наверное, 15 работал со своими коллегами-интишниками на Украине. Я хочу сказать, что они действительно в некотором смысле сильнее нас, потому что в свое время американцы и европейцы зашли на этот рынок, когда была большая безработица, и начали пылесосом вытягивать все кадры с этого рынка, и их обучать, и выстраивать систему менеджмента в этих компаниях. И кончилось тем, что ребята, управленцы этих местных больших команд-разработчиков, бегали по улицам и буквально за шкирку хватали, я это видела лично, ребята говорили, давай мы тебя научим, давай ты выучишь английский язык, давай ты будешь работать с нами, будешь получать большие деньги. И у них на момент начала СВО оказалось очень много команд, хорошо структурированных, с неплохим менеджментом, поэтому они так быстро скоординировались, не потому что мы такие дураки, как бы они просто сильнее. Нет, их годами, которые мы готовили, это десятки лет этот процесс занял. Вот так, продолжаем разговор. Так себе утешение. Это и утешение, это некоторое оправдание для нас, но мы должны знать врага в лицо, правда же? То есть тут не надо иллюзий питать на эту тему. Вот, соответственно, как в целом у них система выглядит, да, пожалуйста. Центральное, из центра приходит функциональное задание, через систему оно спускается, доводится до всех участников рынка, да. Затем отбираются отдельные команды на отдельные задачи, причем вся задача никому не видна, она видна только постановщику задачи, что отбирает инициативу у всех этих команд на драку. Не за что драться, тебе там колесо произвести, тебе там запчасти и так далее, все быстро сделали и поехали. Получили свои деньги, все счастливы. Вбрасываются деньги живые, большие, за которые требуется минимальный контроль именно на разработку тестовых образцов, для того, чтобы быстро можно было получить решение. И у нас этого, к сожалению, нет. У нас, если это есть, то это все очень медленно, долго и до сих пор не развита эта система. Вот. Затем помощь с испытаниями этих образцов. Вот это просто боль. Потому что у нас, вот я просто бегаю по ведомствам, по генералам и прошу, пожалуйста, дайте нам этот полигон для вот таких хороших ребят. Эти хорошие ребята сделали вот такое решение. Его нужно потестить. Этот полигон еще сто лет дают. И это все в обход Министерства обороны. Если идти в Министерство обороны, там вообще годами просто этот полигон будешь получать, годами за него отчитываться. И мы уже много так решений внедрили в жизнь, но это выглядит просто по-идиотски. Когда ты просто приходишь и вот буквально на коленях просишь выдать полигон. А иногда ты еще должен остаешься за этот полигон. Вот. Ну и деньги на масштабирование это вообще просто беда. То есть вот где мне взять деньги? Найди мне деньги. Подумаешь какой-то миллиард. Ну правда что? Ну подумаешь какой-то миллиард. Мне это легко достать миллиард. Достали нам очередной миллиард? Это уже очень легко. Конечно. То есть у нас это просто беда. Это вот вся боль подытоженная здесь. Это кровью, омытыми, кровавыми слезами. Вот эти проблемы, которые мы конечно хотели бы, чтобы государство все же как-то включилось в процесс. В этом смысле. Ну о хорошем теперь. Есть конечно предложение. И что нужно сделать? Нужно создать, уйти соответственно со стороны Министерства обороны. Создать такой центр на волонтерской среде, пожалуйста. Из тех организаций, которые многократно подтвердили свою эффективность. То есть они доказали уже свою способность эти системные проекты решать и создавать. Пожалуйста, давайте выберем каких-то операторов. Пусть они занимаются этой постановкой задачи, согласованием ее непосредственно с Министерством обороны, с Главным управлением инновационного развития при Министерстве обороны и так далее. Пусть они же занимаются разработкой, масштабированием. При этом им будет выделяться финансирование под какие-то гарантии. Они же будут у себя содержать всю эту базу знаний, стандартов, конфигураций и так далее. Чтобы мы не бегали всегда по рынку без конца и не пытались понять, а что нового появилось за последний месяц. Ой, да вы что, а я тут все прозевал опять в который раз. Они же будут обеспечивать поддержку испытаний. Соответственно, им уже более охотно будут выдавать разрешение на полетные зоны, на полигоны. Полигоны такие полигоны-секи, на боевые испытания и так далее. И соответственно, они смогут под собой объединять эти независимые команды. Кроме предложений, конечно, у нас есть ресурсы, которые мы можем поделиться. Ой, у меня этого слайда нет, простите, я не успела. Ну бегом, все бегом, просто в последний момент. Ресурсы, которыми мы можем поделиться. Во-первых, в моих руках, в наших руках есть фонд антитеррор. Его основатели ФСБ и ФСО. И этот фонд может выступать гарантом коммерческим средствам на целевое использование. То есть мы через него уже реализовали несколько системных проектов. Нам его выдали под наш проект. Под помощь спецназу он в моих непосредственно руках. То есть его президент выдал полномочия пользоваться им на полную программу. Это первое. Второе, конечно, это информационная поддержка на всех площадках медиагруппы Спецназ России. Они сейчас не очень большие аудитории, но за счет партнерской связи с партнерами у нас очень много крус-проектов со СМИ. И их мощностями можно тоже пользоваться для того, чтобы информационно оказать поддержку нашему народному, гараздному ВПК. Спасибо, мне дико интересно. Вот мне лично. Но у нас просто еще два доклада и жмет время. Последнее. Нетворкинг ассоциации ветеранов, с помощью которой мы соединили все это согласование. Ну и непосредственно участие в переговорах, потому что, как оказалось, это большая проблема. Люди не умеют разговаривать между собой. Спасибо за внимание.